Если есть проблема, ее необходимо решить. Это своеобразный девиз для губернатора региона Константина Сумара, и он разруливает разные ситуации. Некоторые вопросы решаются прямо на месте, другие требуют ни одной недели для решения. Но самое главное, что у каждого больного для человека или трудового коллектива вопроса есть логическое завершение. В Драгичине на встрече с педагогическим коллективом средней школы номер один Константин Сумар не решал проблемы, а ставил задачи. Одна из которых – повышение качества образования учащихся, а также их профориентация. Не могут все быть учеными. Сегодня как никогда востребованы руки высококлассных рабочих, специалистов-профессионалов на это и должны нацеливать своих воспитанников в педагогии. Работникам образования надо обратить внимание на качество подготовки наших деток в школах. Потому что мы же видим, что балл, с которым выходят наши дети, или среднеституционный балл, он примерно равен 6-5, это усредненно, но это уже не знание. Конечно, тут надо зависеть от самого ученика, от родителей, насколько они тоже контролируют этот процесс. Но надо зависеть от того коллектива, который работает в той другой школе. Поэтому на это надо обратить внимание. Второе, нам надо очень серьезно обратить внимание на профессиональный подготовку. То есть мы заранее уже в школе на этапе 7-го, 8-го, 9-го класса должны уже помочь ученику определиться, на что он способен. Второй этап рабочей поездки – прием граждан по личным вопросам. Судя по многочисленным жалобам, основной проблемой жителей Драгичинского района стали весенние потопления, нанесшие немалый урон жилым домам. Константин Сумар неоднократно подчеркивал необходимость решения этого вопроса не на словах, а на деле. Это указание для районных властей, но некоторые решил и сам губернатор. Я обратился к Константину Андреевичу с проблемой по дорогам. Там еще вопросы по дому культуры у нас, но от жителей деревни Алексеевича, стареньких людей, которые у нас участок дороги там где-то 2 километра 400 метров от деревни Алексеевича до Суббот. По настоящее время гравейка, но она, сами понимаете, как гравейка в каком состоянии. Затем Андреевич пообещал, в этом году уже все распланировано, на следующий год как-то нам с этим вопросом поможет. Более острым получился разговор с народом в городе Высокое. К приезду губернатора готовились. В районном центре накопился ряд проблем, которые не устраивают жителей. Одна из проблемных точек – несоответствующее качество воды. Посетив станцию обезжелезивания, губернатор дал указание организовать вторую ступень очистки, тем самым проблема отпадет. Обширный Высоковский парк. Выглядит он пустынным и заброшенным. Неуютным. Зоной комфортного отдыха его не назовешь. Мусор, пустая тара, нет ни дорожек, ни скамеечек. Да, уголок отдыха необходимо привести в порядок. Но нельзя не удержаться и не задать вопрос жителям города Высокое. А мусорец здесь кто? Чужой дядя, приехавший? Откуда там? Мы обязательно по городу Высокое отработаем определенный план нашей работы, план действий обесполкома, в котором пропишем все те самые главные задачи, которые нам надо решить, например, сегодня, что мы будем решать завтра, послезавтра. И таким образом за 3-4 года мы снимем все те проблемы, которые кричат тут, которые лежат на поверхности. И людям надо посмотреть, насколько они в чистоте держат этот город, насколько они вкладывают свой труд тоже в поддержание в нормальном состоянии города и тоже парка. Кто не согласится с такой трактовкой ответа? Наверное, только не очень здравомыслящий человек будет оспаривать, что чистота и порядок любого населенного пункта зависит от тех людей, которые в нем проживают. Народный сход, состоявшийся в Исоком, это подтвердил. Высказывая претензии к власти, многие впоследствии согласились с доводами губернатора, что сделать все можно лишь общими усилиями. Особенно многословные представители местной оппозиции не нашли доводов противостоять аргументации главы региона, тем более, что конкретных предложений от них не поступало, не говоря уж о частных поступках. Взять лопату и грабли, сагитировать всех на уборку городского парка, из них не удосужился никто. Каждый гражданин имеет свое горе зрения. Никто, я подчеркиваю, никто не имеет права оказывать на его влияние. Поменять или что-то, или другое, изменить, принудить его поменять эту статью. Пожалуйста, почитайте дома эту статью. И 34-й, обратите внимание. Дальше я закрою. Что касается специалистов. А вы еще можете, если найдете статью, которая говорит, что должен человек, обязанности человека там прописать? Выполняем, работаем. Такие встречи для меня полезны. И мы поснимали и вопросы, которые где-то будоражили, и особенно некоторые люди, которые настроены оппозиционно, потому что тут было явно видно 5-6 человек, которым хотелось помитинговать, а все остальные очень конструктивные люди, которые болеют за свое развитие города. И мы все-таки сделаем все для того, чтобы к власти было меньше проблем, в том числе и к городскому городсовету города Высокое. Еще одна острая, как скальпель, тема для высоковчан – городская больница. И в частности, ее хирургическое отделение. В последнее время ходят слухи о закрытии блока. В принципе, в этом нет ничего криминального, тем более, что отделение, не говоря о больнице, закрываться не будет. Речь идет о более качественном преобразовании больницы. Хирургические послуги в городе Высоком будут, как оказывались, так и будут далее оказываться. У тех объемах и у тех померах, как они сегодня оказываются. Размова идет сократить, скоротить само хирургическое отделение, не робить его таким великим. И сделано очень много для того, чтобы сделать самые сложные операции в районных центрах. А все остальные, так вот, сельские больнички, они должны иметь другое назначение, другое функции. В том числе, мы тут должны где-то открывать, может быть, социальные какие-то койки. В этом направлении будем делать. И в том же Высоком тоже сделаем оптимизацию. Но это не значит, что мы ухудшим обслуживание медицинского населения, которое проживает в городе Высоком. Мы сохраним все то, что они делали, и в хирургическом вот этом отделении. Но только в другом ракурсе. Рабочие поездки главы региона Константина Сумара состоялись в рамках Дня информирования. А смысл его – в решении конфликтных вопросов. Ведь кто владеет информацией, владеет миром и управляет ситуацией, которая эффективнее всего решать при холодном рассудке и высоком уровне личной ответственности. Продолжение следует...